Добрый день, уважаемые коллеги, глубоко уважаемые члены жюри. Благодарю еще раз за возможность выступить со своим докладом. Я хочу вам представить необычный и сложный очень способ доскопического удаления большого дунального соска. Значит, к нам в клинику с клиникой механической желтухи поступила пациентка с 49-го года рождения с большим количеством сопутствующей хронической патологии. Ранее у нее находились конкременты как в пузыре, так и в протоке. Казалось бы, диагноз у нас был в кармане, но не тут-то было. При выполнении доскопической ультрасонографии панкреатобилярной зоны в области БДС было выявлено такое гипоэхогенное образование, что примечательно, оно не поражает доденальный мышечный слой. И вот теперь, вы видите, открывается широкий достаточно холедок и нет симптома так называемого звеного глаза, то есть проток панкреатический не был найден нами на эндоузи, что позволило нам заподозрить разделенную панкреас. В доденоскопии мы видим такое вот образование в области БДС. Выполнено браж биопсии, ну, конечно же, из сосканий, из холедоха. Примитивно был поставлен пластиковый стенд в холедох, чтобы разгрузить желтуху. И при цитологическом исследовании полученного материала мы получили злокачественную опухоль жилистопопулярного строения. После купирования желтухи в плановом порядке выполнена эндоскопическая попилоктомия. Вот вы видите, стенд пластиковый еще торчит. К сожалению, времени очень мало выделено на выступление, поэтому хотелось бы, конечно, подробнее все манипуляции, все этапы показать, но, к сожалению, я просто физически это не успею. В принципе, ничего особенного, отличающегося от стандартно принятой манипуляции попилоктомии, здесь не было отхождений, то есть накидывается петля с последующим отсечением образования БДС. Сейчас мы увидим рану с вами. Абсолютно чистая рана, нет видимых сосудов, нет кровотечений, ну и, к сожалению, не было видно устья панктерического протока, что еще раз нам подтвердили опасения про разделенную панкреас. Однако ночью пришлось к данной пациентке вернуться, поскольку у нее развилось сосрочное кровотечение по Форест-1а, выполнен эндоскопический гемостаз путем коагуляции сосуда видимого. К сожалению, повторюсь, опять же, времени мне не хватило. На следующий день у пациентки возникло повторное кровотечение, которое было купировано клипсами. Также в послеоперационном периоде у нее возникло обострение хронического холецистита, которое было вылечено консервативно и запланировано хирургами оперативное лечение в плановом порядке. Однако гистологи тоже нас немножко огорчили. Они нам дали А1 по аденоме, удаление рака большого дунального соска. И на контрольном осмотре в устье холедоха мы заподозрили участок остаточной опухолевой ткани, обведен кругляшком на слайде. Спустя 4 месяца повторно пациентка к нам пришла на контрольный осмотр. Как видим, рубец чистый, без признаков рецидива. Но, тем не менее, с учетом того, что мы получили положительную линию резекции, подозрение на остаточную ткань, интероперационно была выполнена холангиоскопия, на которой, к счастью для пациентки и для нас, данных за рецидив опухоли выявлено не было. Выполнена баллонная дилетация структуры холедоха, возникшей после удаления рака БДС. При осмотре и в белом свете, и при нейробант имиджинг, данных за рецидивный опухолевый рост не выявлено. То есть, чистый рубец. Таким образом, в дальнейшем мы пациентку нашу, естественно, обследовали. И по данным других неинвазивных методов исследования, более данных за рецидив опухоли, за желтуху, за холестаз не выявлено. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо.